американцы не вот так паркуются заднюю щедушку сняли вот наверх бросили получается спинку сейчас нет не можем скрываем сахару после плава раскинула ничего не поделать время 7 утра иду на остановку на работу автомехаником пришел и на новую работу сегодня с 8 утра рабочей линии немного рано пришел 7 40 еще пока закрыто здесь получается автосервис которым я работаю здесь позовной цех из малярка собственно ты тоже автосервис я уже один день здесь отработал это было пятница он сходил субботу на мувинг там забрал денежки за неделю и вот сегодня я пришел на новое место работы коллега ехал на работу с утра дороге такой стул стоял кто-то выставил он забрал на работе сидеть как мой вообще ни одной царапинки ни одной грязюльки ни одной дырочки американской часто довольно такой миг выставляю тип как выкидывал соня на дадже колодочки меняем какой-то коллекционный дочь колодки брэмбы у него дорогущий сервис мексикосов они здесь тачки делают такая короче в разборе стоит кузовщину делают вот аббард называется для аббат аббард бампер от передние этого аббата аббат 124 спайдер для аббард то как называют тут у нас у вас для работы копы трутся сегодня что-то форт таурус приехала на доливку масла говорит у нее загорается лампочка вот мы одолели мне был минимум сейчас вот иду по улицам не нужно с ключами от машины джип найти сервис загнать и сказали какой-то черный может этот смотрим не реагирует ладно дальше пойдем может быть он там какой-то стоит комарик тоже с нашего сервиса кузовом цехе бампера не учить чиниться при ноги мой джип тогда черный темный серый мест нет обычного для сервиса машин много ставить некуда так они по всей улице разбросаны ходишь собираешь их сервисов сервис вон там вот этот nissan чик тоже вчера мы пригоняли сервис нашел какой-то чип стоит немного американских дорогах сейчас видно куда вот это волна бугор такой вот встречается я его нашел и это действительно джип вот он не сам какой-то стоит это наш короче гранд широкий о как обычно американский срач ненавижу эту тему даже под педалями мусора охренеть какой кошмар в таком только на рыбалку ездить будем пробовать давай похоже у него сдох аккумулятор короче ничего него не сдохло просто на замок зажигание барахлит получается маленькой ключ не до конца доводишь тогда он заводит за стартером идти джамп стартер нужен пипец где зеркало ё-моё там за ним машина впритых стоит плотной как вы я скоро пойду посмотрю что там сайт американцы машина ставит это по моему тоже наш бомбар похоже у него еще и с коробкой проблемы включая задний ход он просто вперед кайца обороты растут а он не едет задний не работает похоже а как мне ехать очень интересно драйв драйв работает арка нет говно американское я не знаю проще тряск гараж пойду в сервис буду думать американцы не вот так паркуются как ему выезжать пришел сервис говорю машина не едет за день не работает не включаются не может быть коллега пришел тоже еле завел это я им подсказал как завести задние включает она не едет фиг его знает получает клоника хозяином горит типа нагреть ее маленько она включится короче гранд широкий лоредо он заднеприводный такой дробоганище вообще я бы менять что-то там топливный насос радиатор работает до хера в общем покрылялись в этом пылесосе сняли бак заменили топливный насос поставили все назад все это дело осложнялось тем что установленных парков парков идет на те же самые крепления что и бак получается пришлось параллельно снять парков бак там еще пневмо трубки идут на задние стойки вот завели все вроде норм сейчас по переду будем менять в общем час антифриз потратить пользуется у нас обед 12 до часа обед сидим кушаем кто нас не трогает там у нас малярка там микс и тачки делают красят шпаклы притащили меня здесь блин 4 пакета еды тот один дяденька он занимается тем что типа еду раздает я не знаю здесь овощи пакет яблоки лук апельсины огромный такой тяжелый пакет и по чипсы здесь хлеб не на булочки консервы вот целый пакет то есть ничего не просроченное все как бы какие-то печеньки не не просроченное все как бы нормальная просто подъехал дяденька к сервису пол машины продуктов у него горит надо берите мне сказали что это местный занимается раздает продукты собрали мы этот пылесос на перекрестке рассыпал гору пенопласта сейчас по всему перекрестку по дороге летает сейчас стою слышу такой писк тормозов удар не знаю где где-то там за перекрестком кто-то в кого-то въехал жестко так выглядит американский тоуинг это щели машина на сервис знаю к нам или будущих камни понятно пока огромный дочь рэм по звуку по объему двигателя по размеру это какой-то просто мини трактор дам стартер об машинка завелась всем можно отгонять готово шок контент короче черная голая американка валяется сумасшедшая американка как вам звезда интернета клиент подъехал у него новая тачка показывает крышу кто не складывается кабрик мы пытаемся на комарики и багажник открыть не открывается ни в какую кнопку нажимаем она не срабатывают пытаемся он там сидушку отодвинуть за сидушкой есть личинка под ключ вставляем ключ это тоже не срабатывает задней сидушку сняли вот наверх бросили получаю спинку сейчас снять не можем там уже за спинка еще багажник в которой складывается крыша короче мы не можем открыть что-то не то и другое делаем компьютерную диагностику пытаемся коды найти может быть что-то вытащим почему крыши не поднимаются багажник не открывается наш компьютер старый точнее до 18 года видит машины на комарики этот комарик 19 года уже не видит его вот сканера есть на сканер только ошибки читают а это именно компьютер диагностику полную можно сделать взяли другой компьютер от соседнего сервиса сейчас пытаемся продиагностировать ищем проблему это компьютер смог открыть крышу закрылась человек не оставила чуть не засосала вот эта часть открылась и вот это то залез короче багажник прищемило или вытащили вот что-то пошло как-то это работает так вот он залез его крышка пищемило жестко багажник не открывается в итоге у нас делегация собралась так у него регулируется температура скорость потока воздуха мультимедиа такой еще аппарат у нас на ремонт джип ренгер сахара вот эта страна жестко мятая даредра сессии стране смогу переставить его а там посмотрите какой красавчик стоит ford вау да переставил его жестко короче боковой стойку въехали вот видно дверь закрыта там щель на улице и сиденье зажало так что я не вперед ни назад его двинуть не могу и спинка не двигается тоже боковой стойка прижала кое-как то поместился на прижалка такая машина ум она даже новая запах такой кстати камера заднего вида не понравилось здесь очень четко и мы это классный до 21 года сахара я посмотрел девка за рулем и редко за рулем такой звук у нее прикольно по бронх порт бронх бронх когда ford бронхо смотри что внутри у него зарядка от него что ли джип он гибридный что ли обалдеть прикольно а где у него фулл бак это раз но потому что носа все на старых не было здесь он заряжается офигеть сахара гибридная удивительно гибридом дороже страсть 1008 дороже кстати есть вероятность что его спишут из-за того что у него страховая спишет его на аукцион того что у него породина боковая стойка и немного крыша вот в этом месте она тоже сыграла не состыковка панели есть той стороны она более ровная с этой страны крыша ровненько кстати говоря что это главная гейская машина в калифорнии лос-анджелесе или вообще в сша и по гей 9 из 10 владельцев гей не знаю почему чем она им нравится но этот вроде нет этот наш клиент клиент-сервис он не гей еще мостами а то маленькая машинка индейская скрываем сахару нужно дверь открыть для того чтобы добраться до стойки для способа броски на ничего не поделать сожалению это тотал успех двадцать первого года машинка в салоне пахнет на объем крыша медиа двадцать вольт тумблера раздатка коробка странно интересно этот нарисован первый джек виллис или как он был военный кучник механический красивая машинка не нравится в салон такой брутальный интересный дачок угарный это все ну хоть здесь а то есть ящик загляну к ним под капот что у него там интересно он настолько новый что ему капот кажется ни разу не открывали блин мотор маленький микромотор какой-то 2 литра гибридной установка залез я под сахару посмотреть где у него чё тут как вот у него поддон масляный вот тут же рядом фильтр масляный железный стоит кардан заднюю часть кардан мост передняя подвеска устроена мост идет и шроссы как на уазике на патриоте вместо поворотного кулака шрус так у нас масло забирать когда бочки переполняются с маслом там бочки стоят наполненный вот он шлангом их отсасывает на работа на водокрад заказали вот он пришел 4 тоник классный вообще по сравнению с нашими старыми он так легко катаются просто такой прям маневрен и трехтонник письки новые все смазанные супругица отлично ну разно широкое разно широкие колеса сзади вот такие широкие а спереди вот узенькие такие стоят у спортивный сразу видно там крат и если литя не хватает и думать за искупать и поставить хотя бы красиво было либо лучше литые диски было бы офигенно конечно этот нечего делать решил масло собирать канистры масло меняем канистры не выбрасываю сливая вот сюда остатки посмотрим насколько она наберется полную там уже маленькая есть оставу две канистры слил может быть вот так что-то там уже есть не знаю мне зачем это даже машина нет пока просто пусть будет мы продолжаем у нас сегодня еще две канистры под масло сейчас будем сливать такими темпами я думаю за может пару недель наполнится канистрочка это абсолютно новый lexus а из 300 моего рум-мейта рум-мейт это сосед по комнате чувак американец черный американец ему такой мулат ему он 19 лет права он получил месяц или больше назад тачку я купил тоже месяц назад и работает он в севен-елевен кассиром мотоциканал абсолютно с салона а и а и 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 Субтитры подогнал «Симон»